По ней сходили с ума, смотреть больно спустя годы. Фильм «Не могу сказать прощай» принёс актрисе Татьяне Паркиной, сыгравшей роковую блондинку Марту Настоящую Славу. Приступая к съёмкам мелодрамы «Не могу сказать прощай», режиссёр Борис Дуров в качестве эксперимента пригласил на главные роли молодых и никому неизвестных артистов и не прогадал. В 1982 году картина стала лидером проката, собрав около 35 миллионов зрителей, а начинающие актёры, как по мановению волшебной палочки, сделались не просто знаменитыми, а самыми настоящими звёздами. Само собой разумеется, что все женщины Советского Союза были поголовно влюблены в исполнителя главной роли красавца Сергея Ворчука, а вот воображение мужской части аудитории будоражило «Нет, не самоотверженная и насквозь». Положительная Лида. Циничная, надменная, холодная, но такая сексапильная Марта. И как зачастую бывает, эти качества тут же приписали исполнительницу роли актрисе Татьяне Паркиной. Удивительно, но Марта вызвала у мужской части зрителя гораздо больше симпатии, чем самоутверждённая и правильная Лида. На студию в адрес Паркиной приходило множество писем с признаниями в любви и предложениями руки и сердца. Во многих из них авторы называли красавицу-актрису мечтой всей своей жизни. После выхода на экраны, не могу сказать прощай, карьера Паркиной в кино наконец-то сдвинулась с мёртвой точки. Но, к сожалению, стать одной из самых востребованных актрис ей так и не удалось. За 8 лет с 1982 по 1989 годы она снялась всего в пяти картинах. Аплодисменты, аплодисменты, крик дельфина, капитан пилигрима, пилоты и счастливчик. И ни в одной из них не сыграла главную роль. Чтобы заполнить пустоту между редкими съёмками, Татьяна снова вернулась к эстрадной деятельности и стала разъезжать с гастролями. А в начале 90-х приняла решение выйти из кино. В 2000 году режиссёр Владимир Меншов неожиданно для Татьяны предложил ей небольшую роль в своём фильме «Зависть богов». После этого она приняла участие ещё в нескольких проектах, в основном многосерийных, «Салон красоты», «Самозванцы», «Две судьбы», «Охота на изюбря». Работая с режиссёрами по другим незнакомым ей правилам, Татьяна поняла, что за 10 лет попросту выпала из обоймы. Старых поклонников она растеряла, а новых найти уже не сможет. И Паркина рассталась с кинематографом, на этот раз уже окончательно и бесповоротно. О том, что её карьера в кино завершилась, Татьяна Паркина нисколько не жалеет. В отличие от своей Марты, она на первое место всегда ставила не работу, а семью. Жаль только, что давать интервью о своей личной жизни Паркина не любит. Зато о работе Татьяны Алексеевны рассказывают с удовольствием. Так, в 2009 году в рамках проекта «Неизвестная версия» она вспомнила о съёмках своего звёздного фильма «Не могу сказать прощай». Тем не менее, известно, что Татьяна Алексеевна счастливо живёт с мужем и дочкой. Кстати, муж у неё всё тот же, с которым она вместе была на съёмках «Не могу сказать прощай». Никакого отношения к кино, да и вообще к искусству он не имеет. Дочь актрисы Вероника Николаева закончила экономический факультет в ГИК и уже попробовала свои силы в кино. В 2001 году в фильме «Корена Шахназарова. Яда и всемирная история отравлений» она сыграла роль персидской царицы Статира, жены Артаксеркса. Правда, пока этот опыт так и остался для девушки единственным. Субтитры создавал DimaTorzok